Всем привет! Я продолжу рубрику, чем я кормлю свой персонал. Свой? Наш. Свой. Свой было бы неплохо. Возможно, возможно, нет. Было бы больше геморроя. Так что сейчас всех накормлю, напою и спать увожу. Пятикневочку, как я вам обещал. Возможно, немножко больше. Посмотрим. Всё, давайте. Смотрите. Всем доброго дня! Сегодня в репертуаре у меня котлета по-киевски. Делала Ханна. А по-натюрли? Так, нет. Можешь сказать что-нибудь? Немножко рыбы. Для наших хабибис, для мусульманских товарищей. Савойская капуста в креме. Гночис или ньокки. Геноки. Хорошо подходит к балагнезе. К балагнезе подходит замечательно. И запечённые чили-канканы в хлебных лепёшках. Назовём их так. Туас, норвич, фейдин, трикадо. Туас, норвич, фейдин, трикадо. Всем приятного аппетита! Вот вы у меня иногда спрашиваете рецепты, ребята, ребятишечки. С рецептами сложно. Но я говорю, я пошёл по холодильнику, по амбарам помёл, по сусекам поскрёб. Да, можете мне написать, что такое сусек и как он вообще выглядит. Слово знаю, значение знаю, а как выглядеть не знаю. Значит, сегодня для персонала я приготовлю, потому что уже овощи годов, мне их только разогреть. Вот остались тортеллини у меня были, я достал, их можно замораживать. Я достал из заморозильной камеры, они наполнены какой-то веганской хренью. Уж не знаю, что там веганского, не помню. Остался у меня старый бешамель, ну как старый, двухдневный бешамель. Это, в принципе, вполне свежий бешамель. Немного сыра, я их запеку, дам немножко риса басмаки. И вот коллега мне дал это куриное малое филе от курицы. Вот видите, их сколько. Сейчас я их просто посолю, обжарю. Дам вот такую, то, что нашёл, специи гриль бразиль называется, она такая немножко пикантная. Её дам, немножко кисло-сладкого соуса и привет семье. Ну вот, в принципе, и всё. На сегодня я их накормлю. А дальше будем посмотреть. Добрый день, время обеда. Так, сегодня у меня на обед строметини. Ну, здесь нарезка всякая разная, но вегетарианская. Я даже не буду рассказывать, что здесь. Я сыр вижу, вижу рукколу, вижу редиску. Сливочный сыр, как светлый, так и на основе помидоров. Так, по главным блюдам у меня спагетти или шпагетти. Далее идёт хаше. Это типа болонеза, только без овощей. Здесь только лук. Лук и мясо. Далее хаше тоже вегетарианская версия на основе семечек с добавлением овощей. Ну, семечки те, которые щелкаете, зонблюменкианы. Так, немного запекти о картофельных уголочках или картофель по-деревенски, как его ещё называют. Рыба запечённая в духовке. Бред, фаршированный мясом. Свежий салат с добавлением овощей. Ну, и немного сыра на случай, если кто-то обязательно захочет. Так, ну, вроде бы всё. Всех, всё, всё, всё сказал. Всех, всех сейчас успокою. Эссет! Всё, теперь можно убегать, а то же топчет. Вы только на него посмотрите. Он только пришёл и уже меня раздражает. Давай, вали отсюда. Всем доброго дня. Значит, сегодня для персонала у меня будет... Ну, называется по-немецки картофель штаб. Это когда картофель отваривается вместе с морковью. И потом толкушкой расталкивается. Добавляется 30% либо молока, либо сливок. Ну, кому хорошо вообще по этой жизни, тот может добавить 30% масла. То есть, ну, да, от всей массы. Так, далее у меня тафельшпиц. Это у меня телятина. Телятина тафельшпиц, я уже вам говорил, что это... Я так думаю, что по-русски называется верхний подбедёрок. Находится в бедре. Далее хреновый или хреновый соус. Соус со свеженатёртым хреном. Бульон взят именно от приготовления самого тафельшпиц. И сюда идёт белое вино, сливки. Ну, и загущается. Мукой не загущаем, мы загущаем всё крахмалом. Чтобы не было проблем с тем, кто у кого... С глютеном, чтобы они могли тоже поесть. Так, далее нёки. Нёки в этот раз пришли пожаренные. Это хорошо. Немного поленты тоже ребятишки обжарили, придали форму. Далее у нас овощные котлетки. Это конвенец продукт. Я даже не знаю, что там в нём овощи. Вегетарианские, точнее, там овощи. Наверняка какая-нибудь крупа. Ну, и салат из белой капусты. Делали тоже коллеги. Я к этому дел не имею. Единственное, что я готовил, только вот это вот всё. Остальное всё не моё. Ну, что будем звать? Они уже соскучились. О, сын! Дуно в ночь, а? Дуно в ночь. Так, ну давайте ещё раз по скребышам с холодильника. Значит, у меня сегодня персонала много. Много новых людей, поэтому я отважился сегодня ещё раз выдать курицу в панировке. Это та курица, которая в кисло-сладком соусе, рис пасмати, овощи в азиатском стиле и запечённые тортилини. Они веганские сами по себе, но сыр, конечно, у меня уже сыр и остатки бешамеля тоже был. Я сегодня решил запечь. Сначала хотел поджарить, а потом вспомнил, что у меня есть сыр. Так бы я просто не поджарил бы на сливочном маслечке и дал бы так. Возможно, дал бы немного томатного соуса. Возможно. У меня сегодня бардак. У меня сегодня свет вышиба, и я сегодня работаю без света. Поэтому мне нам поставили вот такие вот лампы временные. Так что будем справляться так. Ну так вроде бы и всё. Начинаем звать. Эссен! Ну, уже радуется.